Седьмой лунный день. Ключевые слова, сила слова, творчество, иная сторона реальности, глубина понимания, креативность, созидательность, коммуникабельность, контроль речи. Основные свойства дня. Очень сложный день. Старые проблемы потребуют решения, но вряд ли решаться. Поэтому стоит обратиться к новым партнерам, которые помогут, правда, если они у вас есть. Будьте максимально осмотрительны и сдержаны. День энергетической перестройки организма. Нельзя говорить неправду, лукавить, скрывать свои мысли, идти на компромисс. Это день, когда вас могут разоблачить. День активной борьбы. Колдуны и черные маги в этот день болеют. Вас могут провоцировать на повышенную болтливость, на то, чтобы вы произнесли необдуманное слово. А в этот день попусту болтать нельзя, и вообще говорить лучше поменьше. Вся окружающая природа. Весь мир очень чутко откликается на каждое слово, даже случайно оброненное. Будьте осторожнее со словами, все, что скажешь, притворится в жизнь. Чего пожелаешь вслух кому-то или себе, все осуществится. Особенно опасно в этот день врать. Это очень скоро станет правдой. Но зато в этот день сбудутся благие желания. Очень хорошо помолиться, молитва быстро будет услышано. Нельзя сплетничать, рвать бумагу, бить посуду. Нельзя есть куриное мясо, яйца. Следует учиться говорить, освобождаясь от слов-паразитов. Можно начинать мелкие задачи. Крупные лучше отложить. День, активный и удачный для всех, хорош для новых приобретений. Большой успех предвещается во всем, что связано с борьбой за справедливость, и в делах, в которых соблюдаются благородство, великодушие и справедливость. Брошенная мимолетно какая-либо фраза может обернуться для вас чередой больших неприятностей. Причем, выстрелит, слово даже не в этот день, а спустя большой промежуток времени, когда вы уже и забудете о том, что в седьмой лунный день опрометчиво произнесли фразы, несущие в себе негативный заряд. В силу этого следует также ограничить количество произносимых слов, исключить из своего лексикона все, что так или иначе несет в себе отрицательную нагрузку, например, матерное слово, выражение злобы, ненависти и тому подобное. В седьмые лунные сутки желательно вообще много не говорить. А произносить только нужные и самые необходимые фразы, по возможности даже лучше обходиться молчанием. Этот период благоприятен для совершения путешествий, как краткосрочных, так и длительных. Но только перед отправлением обязательно должно быть произнесено хорошее, напутственное слово. Именно в седьмой лунный день пожелание счастливого пути будет лучшим талисманом. Недаром во всех мистических практиках такое пристальное внимание уделялось правильному использованию слов, в частности, достижению единства мысли, слов и действия. Поэтому нужно быть весьма осторожным в выборе слов, ибо за каждым из них появляется возможность реализации. Тибетские астрологи, как ни странно, считают седьмые лунные сутки подходящими для совершения похоронных обрядов. Естественно, для поэтов и писателей седьмой лунный день – самое лучшее время для творчества. Вдохновение сейчас не покинет вас, все будет удаваться в наилучшем виде. Седьмой лунный день – весьма подходящее время для работы и с землей, и с водой, а особенно для занятий гончарными работами. Это период поглощения и усвоения энергии космоса. Пророчество, передача мыслей, работа со словом. Рекомендуется также работа с запахами, ибо только в верхних дыхательных путях, а также в верхушках легких происходит процесс трансформации космической энергии – праны. День обретения благодати. Любви. Напоминает о прощении. В древности в этот день гадали по облакам. Когда небо ясное или полностью покрыто облаками, значит, мир лишен гармонии. Хорошо увидеть облако, услышать мелодичный звон. Период поглощения и усвоения энергии космоса. Счастливый. Удачливый для научных исследований день. Находятся украденные и пропавшие вещи. Сновидения сбываются, но лучше про них никому не рассказывать. Влияние на личность. В этот день энергия и жизненная активность должны быть использованы на благо себе и окружающих. Большой успех предвещается во всем, что связано с борьбой за справедливость, и в делах, в которых соблюдаются благородство, великодушие и справедливость. Рекомендации, закладка основ, сила слова, творчество, иная сторона реальности, глубина понимания, креативность, созидательность, коммуникабельность, контроль речи, навыки повышения благосостояния посредством семьи и ее поддержки. Новый союз, покупка вещей, приключения. Предупреждения, могут быть крупные провокации вплоть до преступлений, обманы, мошенничества. Нельзя бить посуду, рвать книги, бумаги. Все работы читаются только шепотом. Крайне опасно в седьмой лунный день обманывать и лукавить, ложь в этот день обладает большой разрушительной силой. Все. Сказанное вслух может притвориться в жизнь. Нельзя есть куриное мясо и яйца, бить посуду, рвать бумагу, книги, письма. Если приснился боевой петух, то это – знак, возможно, близких бед для человека или его близких. Луна в Стрельце несколько уводит наши мыслительные процессы от логики и конкретики в область абстрактного мышления. В дни Стрельца люди тянутся к порядку и стабильности. Они становятся спокойными и законопослушными. В эти дни нам хочется получать советы, рекомендации, выполнять правила, соблюдать режимы. В этот момент нам нужны учителя и покровители. Но кому-то захочется учить других и давать советы. Луна в знаке Зодиака Стрельца идеальна для решения вопросов, связанных с юриспруденцией и в области права. Любые бюрократические вопросы в это время решаются на удивление легко, как будто сами собой. В дни Стрельца повышается интерес к общественной жизни, хочется занять определенное положение в обществе, укрепить почву под ногами, сделать свою жизнь более размеренной и упорядоченной. Будущее кажется более важным, чем настоящее и прошлое, большое важнее, чем малое, синтез важнее, чем анализ. Царят широта натуры и пафос, даже шаги становятся длиннее. Луна в Стрельце способствует успешной преподавательской работе, мы лучше всего учимся сами и учим других. Дни Стрельца благоприятны для получения новых знаний, приобретения новых навыков, а также передачи знаний другим. Если вас в эти дни о чем-то спрашивают, просят совета, отвечайте, советуйте, помогайте найти ответ, это удастся с блеском. А вот если не просят, не лезьте со своими советами, но все же спрашивать совета у кого-то можно и нужно. Луна в Стрельце, Дни Стрельца, Здоровье. Луна в Стрельце повышает чувствительность бедер, тазовой кости, повздошной, крестцовой и бедренной кости. Особенно дают о себе знать седалищный нерв, вены и бедра. Часто мучают боли от крестца до бедер, потому что погода в этот период имеет тенденцию к резкой смене. Здесь особенно полезны массажи, расслабляющие чрезмерно напряженные мускулы. В дни Стрельца уязвима кровеносная система. Печень и желчный пузырь. В этот период не рекомендуется лечение заболеваний печени и желчного пузыря, а также переливания крови, донорские процедуры. Исключается хирургическое вмешательство в области таза и тазобедренных суставов доколенных связок и сухожилий, печени. Когда Луна в Стрельце, для нетренированных людей нежелательны длительные прогулки и туристские походы. Ноги быстро устанут, могут возникнуть боли. Если родители как раз в эти дни собираются взять с собой своих детей в первый раз в туристический поход, может быть даже заставить их идти? То они могут на долгое время отбить у детей охоту к пешим странствиям. Избегайте тяжелой жирной пищи, в дни Стрельца печени трудно с ней справиться. В эти дни не следует чистить печень и делать операции на венах и сосудах. Не перенапрягайтесь, особенно если сосуды ослаблены. Когда Луна в Стрельце, они особенно хрупки. Луна в Стрельце эффективна для лечения легких и операции на них, выполнения дыхательных процедур. Луна в Стрельце, дни Стрельца, красота, стрижка волос. Луна в Стрельце оказывает нейтральные воздействия на стрижку волос. Для улучшения внешности делайте теплые маски из фруктов. Массаж, ванны из полевой ромашки, мака, иван-чая, электрофорез и другие процедуры с электричеством, очень полезны в дни Стрельца. Для косметических масок в этот период полезны натуральные жировые компоненты, майонез, оливковое, персиковое масло, яичные желтки, тонизирующие ароматические компоненты, масло пихты, шалфея, лаванды. Луна в Стрельце благоприятствует пластическим операциям в области живота и бедер, удалению кожных новообразований, вросших ногтей, болезненных мозолей. Тем, у кого хрупкие и ломкие ногти. Рекомендуется сделать теплые масляные ванночки для рук с добавкой нескольких капель йода. В дни Стрельца запрещается прижигание, татуировка, прокалывание ушей. Влияние первой фазы Луны на человека. В это время Луна растет и постепенно становится все более видимой. Это период, когда стоит начинать новое с большой вероятностью, начатые сейчас проекты будут закончены и увенчаются успехом, который благоприятно скажется на будущем. Однако так как Луна еще недостаточно сильна, это может быть трудным временем для тех, кто ищет уверенности и стабильности. В этот период закладываются основы для последующего лунного месяца. Важно стабилизировать физическое и психологическое состояние, правильно расставить приоритеты. Нужно накапливать силы и тратить их умеренно и с умом. Полезно укреплять иммунитет, заниматься спортом и медитировать. Луна побуждает к действиям, но торопиться не стоит, нужно все взвесить и определить направление развития, но не форсировать события. Первая фаза растущей Луны пробуждает аппетит, не стоит этому сопротивляться, но лучше придерживаться здорового питания. Диеты и голод нежелательны в этот период, приветствуется умеренность, а наслаждение от еды будет действовать успокаивающе и поможет восполнить ресурсы организма. Тело само подскажет, чего ему не хватает, фруктов или рыбы. Это не самое удачное время для начала строгой диеты. Луна действует на мыслительные процессы человека, ускоряя их. Вся полученная в эти дни информация легко усваивается и надолго остается в памяти, поэтому важно не засорять разум, а максимально нагрузить его полезными и практичными мыслями и идеями. Противопоказанный негатив и агрессия, они отравят не только первые дни цикла, но и весь лунный месяц. В эти дни часто снятся вещи и сны, появляются предчувствия. Стоит больше доверять себе. Особенно если ощущения подсказывают опасность. Это поможет предотвратить беду и выбрать правильное поведение. Чего нельзя делать в первую фазу растущей луны. Астрологи говорят, что этот период не подходит для конфликтов, апатии и наплевательского отношения к себе. У вас есть шанс кардинально изменить свою жизнь, но только в том случае, если вы проявите активность. Луна поощряет тех, кто знает, чего хочет и ищет возможности это получить. Не самое лучшее время для диет и голодания, вместо нужного эффекта, вы получите лишь ощущение дискомфорта. Поэтому лучше порадовать себя чем-то приятным. В этот период обязательно порадуйте себя чем-то вкусненьким. Берегите нервы и не накручивайте себя потоками негативных мыслей. В этот период все воспринимается острее и даже незначительный комментарий в ваш адрес. Отпущенный без скрытого смысла, может довести до истерики. По возможности лучше больше времени находиться наедине с собой. Просмотр фильма, который вы давно добавили в список или чтение книги, улетучат дурные мысли и негатив. В этот период легко, прилипают, инфекции. Поэтому важно лучше следить за гигиеной, а в периоды сезонных обострений вирусов избегать массового скопления людей. В это время нельзя допускать плохих мыслей и тем более жаловаться на жизнь вслух. Мышление и позиция в этот период программируют весь следующий месяц. Нежелательно рубить деревья, резать цветы и кустарники. Не рекомендуют вырывать зубы, возвращать долг, переезжать на съемную квартиру и окрашивать волосы. Что можно делать в первую фазу Луны? Этот период отлично подходит для планирования и подготовительных действий. Нужно заниматься укреплением здоровья и иммунитета, развитием умственных способностей. Меняйте работу, прическу и ищите новых друзей, время располагает к изменениям. Период благоприятен для вкладов и инвестиций, можно давать деньги в долг. Организм настроен на обновление. Поэтому приветствуются косметические процедуры, спа, посещение бани, сауны. Если давно откладывали диагностику и лечение, то пора взяться за свое здоровье и сдать анализы, чтобы предотвратить сложное течение болезни. Используйте это время для обновления души и тела. Период отлично подходит для рыбалки и охоты. Можно попытать счастье в лотерее. Если у вас есть любимое хобби, то именно сейчас оно может стать еще и источником заработка. Дни подходят для относительно крупных покупок, бытовая техника, купленная в этот период, прослужит долго. Полезно заводить новые романтические знакомства, планировать ремонт, записываться на обучающие курсы. Влияние первой фазы луны на знаки зодиака. Овен. Чем сильнее влияние луны, тем сложнее ему справиться с эмоциями. В этот период уже начинает проявляться импульсивность знака зодиака, которая достигнет пика к полнолунию, но он в состоянии направлять энергию в правильном направлении. Телец. Этот знак зодиака набирает энергию с ростом луны. Период отлично подходит для поиска второй половинки, новой более перспективной работы. Для тельца открываются возможности, которыми стоит пользоваться и не лениться. Близнецы. Для этого знака зодиака луна – источник вдохновения. Творческих идей. На эмоциональность первая фаза не влияет, зато предоставляет много возможностей для развития. В этот период можно добиться немалых высот и осуществить самые смелые задумки. Рак. Этому знаку зодиака становится легче с каждым новым лунным днем. Чем сильнее влияние спутника, тем больше сил и энергии у рака. В начале периода хорошо планировать, начинать новое дело, но не слишком активно за него браться. Для реализации стоит подождать следующей фазы, это будет ваше время, когда можно раскрыть весь свой потенциал. Лев. В этот период львам приходится тяжелее остальных. Этот знак зодиака и любимец солнца, а луна действует на него угнетающе. Если в начале периода еще можно проявлять активность, то ближе к следующей фазе лучше уделить внимание самоконтролю. Увеличивается риск конфликтов. Непонимание со стороны близких людей и родственников. Кажется, что окружающие питаются львиной энергией. Дева. Уже с начала этого периода девы могут приступать к активным действиям. Пока остальные планируют и раскачиваются, они могут успеть взять максимум от растущей луны. Девы быстро определяют цели, поэтому оказываются на шаг впереди остальных. Весы. Луна усиливает восприятие весов, но не оказывает существенного влияния на их жизнь. Период благоприятен для новых знакомств, налаживания личной жизни, но в работе может присутствовать рассеянность. Этот период подходит для совершенствования себя, упорядочивания жизни. Они могут добиться благосклонности человека, который давно нравился, или помириться с родственником, с которым много лет не общались. Скорпион. Чем больше влияние луны, тем крупнее проблемы в жизни скорпиона. Виной всему эмоциональность и обостренное восприятие, скорпиону сложнее сдерживаться и быть не таким требовательным или ревнивым. Повышается мнительность, обичивость. Это проявляется на работе и в семейных отношениях. Стрелец. Этому знаку зодиака хорошо без влияния луны. Но как только сила спутника увеличивается, у стрельцов появляются небольшие неприятности и недопонимания с близкими людьми. Возможны конфликты, но многое зависит и от лояльности и терпения стрельца. Период усиливает недостатки и делает так, что игнорировать их становится уже невозможно. Козирог. Стоит с осторожностью проявлять активность в этот период. Ему нужно все взвесить и понять, что действительно важно, а чем сейчас можно пренебречь, чтобы лишний раз не высовываться. Период открывает много перспектив, но не везде удастся успеть. Поэтому стоит правильно расставить приоритеты. Лучше не увлекаться только планированием, а уже к концу цикла переходить к активным действиям, иначе время будет упущено. Вдалей. В этот период возникает слишком много желаний, идей и возможностей. Не стоит распылять себя, важно выбрать самое важное и направить усилия на достижение цели. Самоконтроль и уверенность помогут добиться успеха, главное не отступать от задуманного. Рыбы. Луна покровительствует рыбам в любви, творчестве, новых начинаниях. Не стоит упускать возможности этого периода, будьте активны и не упускайте свое. Не стоит сдаваться, если возникли трудности, дайте волю своей изобретательности и не ограничивайтесь только мечтами. В это время реальность ярче самых смелых грез.